3 октября 2024 год Не про информацию, просто про эмоциональное состояние Я понимаю, что всем хочется, чтобы там Запад, Америка, выдали нам огромное количество оружия, снарядов И они могли это сделать, но не делают Давайте исходить из реалий Я все-таки пытаюсь, как я уже неоднократно говорил Оптимизма придавать людям, родственникам своих Для которых я начал это все записывать Смотрите, если бы нас там Запад хотел бросить А мы действительно, я считаю, как украинец Воевавший в 2014-2015 году Против России мы бы в одиночку не потянули Нас на то положение дел, в котором мы находимся Без западной помощи, не потянули Нас бы перебили Ну, по крайней мере, нас раз в 10 уже перебили Больше, и территории захвачены были уже Раз в 10 больше, чем нынешние Ну, сейчас не по поводу Олидара расстраивались 15-тысячного, который через 2 года захватили А по поводу этого, не знаю Киева Или Сум Харькова моего Так вот, то есть, смотрите на такую вещь У нас прямо сейчас открываются чешские военные заводы Ну, какие-то цеха, которые будут производить снаряды Это совершенно открытая информация Никаких секретов не сдаю Это просто из пабликов, да? У нас Rain Metal давно уже завод открыл, да? По ремонту техники Я так думаю, что скоро будет и по производству техники военной Правда, у нас Switchblade и Т-600 начинают производиться здесь Я показываю вам на косвенные данные того, что... На те косвенные данные, которые должны подвести вас к мысли, что, ну, не сдадут нас, понимаете? Никто не открывает свои заводы в стране, которую сегодня-завтра будет завоевана противником Ну, я думаю, вы все с этим согласитесь Да? Потом мама меня спрашивает Что ж такое евреи смогли отстоять там против семи государств А мы не можем Я как маме объясняю, так и вам объясняю Ребята, не сравнивайте там, ну, я не знаю, Иорданию там, или, не знаю, даже Египет с российской армией Ну, правда, серьезно Российская армия без всяких шуток Тупая, многочисленная, но она огромная Она вооружена там советскими Весь Советский Союз, начиная от Украины, там, нашего Южмаши Заканчивая, там, не знаю, Прибалтикой Работали на создании этого военного потенциала Громыки эти, Устиновые и так далее, блин Так что, ну, ребят Не сравнивайте, пожалуйста Как украинцы воюют против... Это не в малейшей степени не хочу Не уничижая там евреев Как они воевали достойно Но я думаю, не один еврей, как я, допустим, месяц не сидел на передовой По мне, блин, там снаряды Ну, не комырия, а по мне, по нашим позициям Хринячили, хринячили, хринячили Я не знаю, есть ли такие В истории Израиля войны Где крупномасштабные боевые столкновения Танки на танки, лоб в лоб Там, я не знаю, авиабомбами Кто-то засыпал Израиль авиабомбами Там, стирая города с лица земли Я не знаю, ну, я не знаю, правда Я не настолько тогда отслеживаю там историю Израильского государства Но мне кажется, что и несопоставим потенциал Ни одной и ни одной Даже совокупность этих семи государств Я уже не знаю, что там было из-за семи государств С тем потенциалом, который был у Советского Союза Который достался по наследству Российской Федерации Который мы потом еще как украинцы продали Российской Федерации Да, или сдали Как ядерное оружие Так что, ну, молодцы Украинцы молодцы, что продержались Это, я не ожидал, честно вам скажу Я не думал, что в Украине найдется столько людей Готовы в свою жизнь отдать за Украину Они нашлись, я думаю, что То есть это из того, что Как бы пытался предать оптимизм Ребята, ну, на третьем году войны Вторая армия мира Берет 15-тысячный вали дар Жаль, конечно Честь и хвала тем ребятам, которые там воевали Я представляю, в каких они условиях находились Сколько там погибших и так далее Но все же Большие шансы на то, что Мы перемелим эту Российскую Федерацию То есть, ну, по крайней мере, желающих сюда прийти И попробовать здесь Сохватить свои территории Проводить за все русский мир Когда русские приходят к вам Когда россияне подходят к вашему городу Уходите сразу заранее Потому что вы будете поставлены В строй и отправлены мясом на нас Я вам гарантирую Россиянам сейчас говорят Вы там потеряли там миллион людей Но они захватили пять миллионов на Донбассе Понарожают там им женщины Блин, они вот там школьник заставляют рожать Чтоб побольше мяса было Так что гражданские уходите сразу Как только россияне приближаются к вашим городам Лучше идите Не ждите пока вас просто, блин Как у нас в этих самых, господи, в циркунах Первые, кто погиб 24 февраля Это были не россияне, а крымчане Все будет Украина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому